Здарова смертность, с вами как всегда бессмертный Алекс Даймон И сегодняшнее видео будет опять реакция на видос Братишкин смотрит Папич, главный маньяк интернета Я лично Папича вообще никогда не смотрел и не смотрю Но как я понял это типа странный чувак-стример Который имеет какие-то странные мысли И типа все его осуждают там и прочая херня И типа Братишкин там что-то про него начал плохо говорить И я буду смотреть реакцию ей, попробовать Быть как судей, быть более справедливым Прав братишки или не прав, кто его знает Так что поехали Очевидно, Бубар хуй не несет Смотрим Ну это не самая супер важная вещь, но да, я бы сделал очевидно, боже, согласен Ну на уровне как вот в какой-нибудь Австрии или Германии Ну около 15 лет, то есть не больше 15 То есть ну не больше 15 Бля, вот это я когда услышал, мне хуй стало вообще знать Ща, да Может быть плюс-минус 14 либо 15 Здравствуйте, дорогие подписчики Ну что ж, я посмотрел вписку с Папичем И скажу прямо впечатление после увиденного и услышанного Мягко говоря смешанное Я бы даже сказал неприятное Разумеется, я ожидал чего-то подобного Я ожидал поток шизы Я был уверен, что Вася спросил... Нет, я чё хочу сказать Поначалу я сидел, угорал Мне было смешно, блять Вот там даже в реакции видно Я сначала смеялся с него Думаю, ха, ебать Ну типа это какой-то рофельный был тип А потом 14.1-то подключился И я такой Ёб твою мать Чё-то как-то и не смешно сразу стало А, не, окей Мне ещё не стало смешно С момента, где он такой Хули это не, ну там Не трупы, блять Набитые там чем-то Я такой, чё? Какую уху Мы типа стиралку тут лупим Я такой, что? Да это психопатская ху** Туши животных, да Типа Он же там пи***нул такое Ну, туши животных Трупы животных Бабку подкатами ху** В детстве, блять Что? Ну да, по Бабку Это, конечно, полный Трэш Блин Мусорки поджигал Ну это вообще Понимаете, если бы это был не папич Да тут бы пи*** Типу была бы Если бы он сказал Да я бабушек пинал ходил Просто И все такие Ууу, какой пи***ц Вообще Фуу, отмена, отмена Не смотрим Но это папич Все отмена Эдварда Бела Никто не смог отменить Он столько говна сделал Что это вообще жесть Его по-любому смотрят И прочая херня Так что Отмена не работает В русскоязычном Ютубе Отмена не работает Только в английском Ютубе работает Только там могут Отменить человека Здесь Взять даже Никоглай Кто там еще есть Ивангай Ферромир И Этот Эдвард Билл Еще его дружки Какие-то С камеры Все они снимают Дальше И все нормально То есть Никто ничего не отменяет Все смотрят Смешно Бабка там вообще Скончалась Спросит папича Про альтушку И про любовь К малолеткам Я был готов Я этого более того Ждал Но даже моя Осведомленность Папани Его взглядами На жизнь И его странными Увлечениями Не уберегли меня То хуевание Я думал Что я готов Ко всему Что скажет Папич И меня это не удивит Будем честны Многие Включая меня Всегда воспринимали Слова и действия Папича Как что-то Несерьезное И поэтому Ему многое Прощалось Но то Что он наговорил На вписке Это прям перебор Представляю Как выпали люди Которые с папичем Незнакомы И впервые Его увидели На этом интервью А что творилось В голове у Васи Который провел С папани 16 часов Мне даже Представить страшно Поначалу Все было Классно Весело И смешно Папич в очередной раз Доказал Что он достоин Находиться в топе По адекватности Мне очень понравился Момент Где он сначала Говорит Что он мастер Самоконтроля И вообще Он не азартный А через 5 А через 5 секунд Тип такой Давай за 500 бачей Бля Бля Это пиздец Тут у меня Все рухнуло Уже на этом этапе Я такой Бля Минут Роняя кал С бешеными глазами Просит Васю Сыграть на бабке В аэрохоккее Это было Реально смешно Как это быть Топ-стоп Адекватности Научи Легко Просто держишь Себя в руках Самоконтроль Ну самый смешной Момент За все интервью Это Ну там не нужен Был самоконтроль Там же знакомый Был Ну это только С незнакомыми Так можно Ну если взять Что это игра То есть Чувак побеждает То можно радоваться Что ты побеждаешь Это нормально То есть Может быть У него Самоконтроль В других Областей А не в игре С каким-то Блогером Самоконтроль Только с незнакомыми Людьми А с незнакомыми Можно и не контролировать Себя История про подкаты К бабушкам Я же говорю Он повысился С топ-100 До топ-10 тысяч Примерно По адекватности Пенчина Ну представь Вот идет Кто-то с сумкой Бабушка Какая-то тетка Ну не бабушка Прямо Какая-то тетка Идет с сумкой Зимой Лед Ты как в футболе Подкат ей делаешь Так А ты таешь Очередняя Савянова Ну а что вам Ходило Ты доволен Смотри-ка Ты доволен Я не доволен Просто До сих пор Кажется смешным Вы же понимаете Что ему Даже за это Не стыдно Мне вообще кажется Что дай ему волю Он и в 33 года Пойдет подкаты бабкам Делать Так же папич В очередной Рад Вот вы никогда Не задумывались А что если папич Перестанет стримить Или до него Бы никогда В жизни Не дошел бы Ну Не дошло бы Стримерства Что бы он делал Вот я тоже ХЗ Я даже боюсь Предположить Раз продвинул В массы Свои охуительные Идеи Например о том Что нужно Легализовать коррупцию Я бы Легализовал Коррупцию Я это обсуждать Не буду Потому что Разбирать Ну если подумать Логично У нас по любому Большинству СНГ стран Коррупция Ну идет То есть Хочешь куда-то Учиться Заплати Хочешь в больницу Чтоб тебя лечили Заплати Страховка И все это Херня не работает Только через Деньги То есть Даже если у тебя Есть эта полица То есть Она не помогает Нифига То есть По любому Нужно заплатить Так что В школах Заплати Там заплати В армию Заплати Везде нужно Платить То есть Надо Ну просто Не 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 выразил Свою идею Нормально Нужно сделать Так чтобы Если у тебя Есть деньги То ты можешь Для чего-то Заплатить Чтобы ты Пропустил Что-то Пересек Что-то Зашел Куда-то То есть Вот такие Чтобы не сидел В очереди То есть Типа для богатых То есть Есть деньги Заплатил Нету денег Сиди в очереди И жди Вот в чем Идея И по сути Если подумать Это нормально То есть Потому что Так и так Люди платят Деньги То есть Просто Сидят И прячутся И прочая Фигня И просто Нужно сделать Закон И эти деньги Из них Можно Законно Взять налоги И этих взяток Заплатите налоги То есть И так И Сама структура Будет работать Лучше И они еще Будут иметь налоги Которые будут Тратиться Уже На что-то Другое Вот чем Идея Просто Он не смог Сказать нормально Эту идею Заключение величайшего Нет смысла Он уже слишком далеко Ушел от обычных людишек Потому что я умный И в целом На серьезном Разобрать это интервью Сможет только Профессиональный Психиатр И разумеется Мы тут собрались Не для этого Не для того Чтобы разбирать Подкаты к бабушкам Лудоманию И прочее Есть темы Поинтереснее Темы Которые заставили Меня реально Удивиться От услышанного И первое Это отношение Папичи А вот теперь Скажите мне Которые заставили Меня реально Удивиться Это ж чел На токсиса Похож Да Ну чуть-чуть Жесть Такой Я ж Может шизик Я какой-то Но похож Удивиться От услышанного И первое Это отношение Папичи И альтушки В смысле Нет Ульяны Признаюсь честно Когда ульянка На стримах Рассказывала Какой папич тиран Как он ее контролировал Я думал Что она пи***ит Кстати Шантажировал сливами Я в это не поверил Ради хайпа Можно что угодно сказать Главное Чтобы это обсуждали Очевидно Она могла Преувеличивать Некоторые моменты Чтобы это Как можно больше Разлетелось По пабликам Че там за ху**а Вылезло Вот это вот Пинет Бай Владик Шо за ху**а Ну я думаю Вы понимаете Доверия к такому человеку Нет Я даже хотел Сделать видос Про нее И обвинить ее В пи***е И клевете На бедного Беззащитного папича Но в один момент Решил подождать Вписку Потому что был уверен Что Вася спросит Его про эту ситуацию И многие моменты Прояснятся И каково же было Мое удивление Когда вместо слов Что это все фейки И альтушка врет Папаня гордо И искренне заявила Что все это правда Вот я тоже оху**ал У меня тогда прям Просто все Я же тоже как и вы И в тиктоке сижу Она мне тоже В рекомендации Залетала каким-то образом И там все Писали Типа Че за пи*** Пиздешь Нахуй ты типа Наговариваешь Я тоже подумал Пиздалка какая-то Потому что у нее Там были несостыковки Некоторые в словах Она то одно говорила Потом другое Но как же я тоже Оху**ал В моменте Когда папич такой Ну да был тройничок Я такой Че Стоп Вот здесь Самая главная идея Почему они Винят Папича в том Что у него был тройничок Если сама девушка Была согласна Чтобы она переспала Еще с одной девушкой И с ним То есть Если девушка не хотела То она могла бы Просто отказаться И уйти В чем проблема То есть Тебя же никто не держит Там Насильно Закрыто В каком-то подвале Чтобы ты занимался С папичем Всякой херней Вот здесь Все таки Они тоже не правы То есть Не надо Кладывать Всю вину На папича То есть Он сказал Девушка Девушка согласилась То есть Это их отношения Ты же не пойдешь У лесбиянки И скажешь Не спи с этой девушкой Лучше иди И спи с мужиком Это же неправильно То есть Вот в таком То есть У них такие отношения То есть Он захотел тройничок Девушка согласилась По сущности Это их дело Их отношения Это Для каждого Своя норма То есть Отношения Кто-то Моногамин Кто-то Полигамин То есть Здесь уже Как ты договариваешься В отношениях Так что Здесь уже Это уже нет Братишки Не надо Так И он действительно Следил за ней По камерам И угрожал сливами Смотрел Видео С камер наблюдения В ее подъезде И даже нанимал Частного детектива Для слежки Без комментариев Ну окей Камеры Получил доступ Пообщался Получил доступ Подозревал ее В изменах И угрожал ей сливом Чего блин Я Я говорю Хорошо Давай Если Если ты меня наеб** То Ну Я еще Плотну Покажу Кое-что А что покажешь Хоум видео Что-то Хоум видео Я не буду говорить У каждого Можно догадаться Да Полный пиздец Так Здесь Конечно Полная Херня Потому что Он Хотел ее Слить Чтобы ее Типа Контролировать Вот это Вообще Плохо Это даже Не закона То есть Если ты Сливаешь Девчонку Тебя могут За это еще И посадить И посадить То что Он Следил За ней Через Камеры Детектив Ну Это еще Можно Понять Потому что Человек Типа ее Любит Древнует Он хочет Чтобы Посмотреть Если она С кем-то Гуляет Изменяет Здесь Его можно Понять Но Со сливом Это Конечно Полная Херня Здесь Да Это Ну Это Бред Если Человек С тобой Не хочет То Зачем Его держать То есть Иди нафиг Где хочешь И все Он Он просто Слишком Ревнивый Он Хочет Реально Контролировать Все И со сливом Это он Конечно По полностью Обосрался Здесь Я согласен Да хули Они договаривались Хули вы На него Налетели Он же Договорился С ней Что вы Ну Он договорился Про тройничок С девчонкой Он же Не угрожал Девчонке Что если Ты не будешь Со мной Спать С этой Девчонкой То я Тебя Слю Он Угрожала И со сливом Если Типа Она Типа Изменяла Его Или что-то В этом Роде То он Покажет Что-то Так что Здесь Не совсем Как Братишкин Говорит Он же Договорился Все Значит Ничего Такого Здесь Нет 33 года Угрожать Малолетке Сливом Интимок Это Конечно Сильно Ничего Не скажешь Это Вот уже Топ 10 По адекватности Или Все еще Топ 100 Фанаты Папича Пожалуйста Ответьте В комментариях Причем Самый Трэш В том Что Многие Это Да Ёб Блядян Отвалина Дай Посидеть Оправдывают Дескать Но она же Сама Согласила В чем Он Не прав И спросил Согласна Говорит Да Согласна И вот У меня Вопрос А она Вообще Могла Отказаться Он Ее Условия Ставит Построенные На Угрозах И Шантаже У нее Не Было Варианта Не Согласиться На Это Так Он Не Угрожал Ей Когда Был Тройничок Он Не Говорил Это Он Угрожал Когда Она Там Дипа Он Думал Что Она Изменяет И Хочет Что Там Делать Непонятное Так Что И Вообще У Папича Максимально Извращенное Представление О Любви И Отношениях О Каких Договоренностях С малолеткой Может Вообще Идти Речь Женщина В 16 Лет Это Самое Непостоянное И Неуравновешенное Существо На Планете У нее Мнение И Мировоззрение Меняется По Три Раза В День На Что Папич Рассчитывал Когда Пытался С ней Договориться И Ну Короче Я Не Знаю Чуваки У Меня Нет Знаете Как Вам Сказать Я Как Б Считаю Что Папич Это Пиздец Ну То Есть В Прямом Смысле Этого Слова Я Считаю С Каким Типа Ну Неадекватом Плюс Я Еще Считаю Что Если Чел Заявляет Что Я Б Сделал Возраст Согласия 15 Как В Других Странах Все У них Было 13 И Типа Стало 16 И То Люди Не Понимаю Но В Японии Есть Там Регион Разные И В Разных Регионах Разный Возрастной То Есть В Других Регионах Могут Оставаться Тоже 13 В Других Регион Может Быть Вообще 18 В Регион Токио Типа Поменяли На 16 В Германии Как Я Помню Походу Там Где 14 И В Австрии Тоже 14 В Европе Большинство Это 14 Лет Как Я Помню В Америке Я Не Помню Если Честно Или 15 Или 16 Про Арабских Странах Вообще Не Говорю Там Вообще Полная Жесть То Здесь Братишкин Тоже Пиздит Немножко Но Если Взять Например Если Германец Живет В Германии И Там Возраст Согласия 14 И Он Типа Сам Папич Вот Папич Украинец Вот Если Взять Папич Что Он Украинец Но Если Он Был Немцем Там Германцем Или Прочие То По Закону Ну Ты Не Можешь До Него До Ебаться Потому Что Он Прав По Закону То Есть В Украине 16 Лет Он Мутил Там 16 Летний Это По Закону Ты Не Можешь До Ебаться То Есть Твои Проблемы Что Ты Там Думаешь Если Это Все По Закону То Он И Полное Право То Есть В Этому Весь Прикол Так Что Здесь Спорная Ситуация То То Что Он Хочет В Своей Стране Такой Возраст Это Ну Его Дело То То Ты Хочешь Столько Он Хочешь Столько По Закону Вообще Столько То То Все Здесь Нечего Спорить Поехали Дальше Давайте Сделаем Как Вот В Японии Раньше Там Вообще 13 Лет Натягивали Вот Там Такая Жи Хуя Была Возраст Согласия С 13 Летним Сука Мы Должны Прогрессировать Наверное А не Деградировать В смысле Гоу Я надеюсь Это Рофл Потому Что Это Не Ху Смешно И Вы Типа Просто Не К Месту Рофлите Чего Такой Ну Я Был 15 И Более Того Я Не Деф У Эту Дуру Она Для Меня Тоже Чмошница Как Вам Объяснить Но В 16 Лет Там Или 15 Мозги То Уже Есть У Людей То Хоть Чуть Чуть Я Говорю Я Тоже Конечно Есть Потому Что Люди В 16 Имеют Право Даже Жениться Уже Делать Детей То Есть Это Все По Закону То Есть Так Что Они До Беного Человека То Есть Он Жене Нарушал Закон И Дефать Не Собираюсь Сидит Хихикает Хахакает Ну Вот Любому Адекватному Человеку Наверное Несло Бы Какую Психическую Травму 100% Это Сидит Хахаха Понятно Что Она Все Рассказывает Понятно Для чего Чтоб Чего Чего С Этого Поиметь Тоже Как Б А то Чего Только Ее Поимели Получается Не Ну Короче При Это Никак Не Оправдывает Действия Папича Пошел Он Но Просто У меня Отношение Как Вы Понимаете Вот К Таким Подобным Одинаковые Что Один Что Второй Я Даже Защищать Не Буду Мы Сейчас Живем В Эпоху Когда Есть Интернет Мы Уже Как Б Понимаем Что Есть Норма Что Нет А Если Тебе По Ты С Маньяки Чем Встречаешь Что Тут У Меня На И Такой Вопросик Закладывается А Какая Выгода Тебе С Встречаться Типа Ну Вот Почему Так Я Вам Скажу Стример Понимаете О чем Я Ну Понимаю Улавливайте Мысль Может Даже Деньги Вполне Почему Нет Хули Денег Дает Я Тогда Согласна Хоть Он Попустим Детективов С камерами Меня Нанимает Короче Грязь Ебаная Но у нее Есть Огромная Большая Скидка Ей Вот 16 Лет Она Он Лег Зарегал И Казик Хует На Стримах Бля Это Уже Ее Дело Ей Сколько Там Это Уже Ее Дело Есть Сколько Там Видите То По Закону Сделал Да То Что Он Угрожал Это Не По Закону Это Может Его Вообще Закрыть В Тюряне За То Что Он Типа Угрожал Что Сливет Ее Фотки Е18 Пусть Что Угодно Делает Но Как Б Показательно Да То 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 Вы Сейчас Сказали Казик Хует Он Лег Как Б Ну Показатель Хороший Показатель Того Что Понятно Почему Она Пит Есть Ж То Сколько Ей 17 Она Он Лег Заря Вы Че Угорайте Дайте Ссылку Не Реально Это Ни Какой А че И Не Забанили Его Еще И Но Об Это Попозже Невозможно Построить Отношения С Малолеткой Ну Потому Я Просто Не Хочу Чтобы Кто Сидел Такой Бедная Девочка Да Них Она Не Бедная Она Наверняка Хитрая В чем Тут Бедная Она Сама Согласилась С ним Встречаться Сама Терпела Все Это То есть Ее Никто Не Держал То есть Если Не Хочешь Мутить То Иди Дальше И Все То есть Жилье Девчонку Я Не Понимаю Нет Никакого Смысла Как Бы Ну Понятное Дело Для Чего И Что Она Подразумевала Когда Вот Например Это Произошло Начать Типа Всю Инфу Рассказывать Да Типа В этом Есть Плюс Типа Что Мы Узнали Что Это Все Не Пидешь И Что Мы Раскрыли Папича По Другому Но Как бы Она Еще Тупая У нее Ветер В башке Она Не Думает Когда Говорит И Дает Обещания Это В принципе Отношениями Нельзя Назвать Так Чисто Школьные Мутки Не Более Я Взглядами На Жизнь Его Потолок Это Реально Малолетка Потому Что Взрослая Девушка Или Женщина Сразу Выкопит Что Он Ебанутый Не Зря Ему Нравилась Аска Из Евангелиона И Кстати Что За Нездоровый Фикс На Девственницах Почему Он Встречается Только С Несовершеннолетними По Его Мнению Он Сам Говорил Что Он Хочет Девочек Которые Десницы Которые Еще Не Поюзанные Так И В чем Проблема Многие Кавказцы Хотят Девственниц То есть Мужик Хочет Чтобы Его Жена Не Была Кем То Чпокнуто В чем Проблема То есть Это Его Выбор То есть Он Может Встречаться С Девственницей Или Хотеть Сказать Что Весь Кавказ Типа Все Психи Как Папич Что За Бред И Мне В тот Момент Когда Этот Сказал Не Испорченный По моему Было Понятно Что Он Это Тоже Подразумевает За Собой И Как Вы Понимаете То есть Грубо говоря Он Самый Первый Сам Поюзал А Потом Что Можно И Дропнуть Дефолт По моему Не Ну Если Ты К Девушке Как Мясо Относишься А Нах Мне Уже Я То есть Я Получается Уже Вскрыл То есть Она Уже Поюзанная Нах Она Мне Нужна Надо Новую Найти Ну По Его Логике Типа Я Никогда Не Понимал Таких Типов Это Либо Педагогилы Которые Хотят Ебать Малолеток Либо Психи Либо Люди С Минусовым IQ Реально Папич Видимо Собрался Вот Здесь Автор Вообще Не Прав Потому Что Он Полный Кукич Потому У каждого Мужика Есть Свои Принципы То есть Ты хочешь Сказать Что Если Ты Кавказский Мужчина Или Другой Национальности Который Хочет Свою Жену Действенницу То есть Это Значит Что Он Больной Человек Что За Бред То Если Ты Так Думаешь Сам Больной Человек По Сущности Потому Что У каждого Есть Сво Право То Ты Хочешь Встречаться Девчон Которые Уже Были Десять Парней В нее Это Твое Право То есть Вообще Делай Что Хочешь То Что Он Хочет Тоже Действенницу Это Его Право То Что Многие Мужики Хотят Чтобы Их Жены Были Действенницей Это Их Право Потому Что Раньше Все Поголовно Были Действенницей Когда Выходили Замуж То То После Женить Бо Все Происходило И Эта Традиция Сохранилась Во многих Странах То Если Это Не Понимаешь Что Ты Больной Человек По Сущности Так Что Я Не В В Этому Никакой Проблемы Ну Хочет Он Действенницу И Хочет Это Его Право Себе Все Три Характеристики И Я Сейчас Не Защищаю Ульяну Внимание Она Не Такая Простая Беззащитная Как Вы Могли Подумать Она Бля Я Не Знаю Бубар Короче Мы Че Походу Может Мы В Жопу Подолбимся Реально Слышь Мы Прям Идеальная Пара Я Тебе Базу Наваливаем Одну И ту Же Че За Базу Но Не Совсем Базу Потому Что Если Подумать То Вы Не Совсем Нормально Думаете То Есть Закон Есть Личные Принципы То Ты Не Можешь Заставлять Человека Смотреть На Твои Принципы Может Ты Реально Вот Как Братишин Говорит Хочет В Жопу Долбиться Что Другой Мужик Тоже Должен Захотеть В Жопу Долбиться Это Бред Полный И Вала Фотки И Личные Видосы С Папичем На Волне Хайп Она Сразу Начала Стримить Казиноч Потом Она Начала Прогревать Аудиторию Нонли Фанс Скорее Всего Она Специально Терпела Измены Чтобы Залутать Побольше Бабок Компромата И Хайпа И Она Сама Согласилась Встречаться С Папичем Ее Насильно В эти Отношения Никто Не Загонял По крайней Мере Никто Не Загонял Ее Насильно В такие Отношения То есть Это Ее Право И Сама Собой Что Она Встречалась С Жертва Если По факту То Они Оба Ебнутые Это Буквально Мочи Говна Но С Папичем У меня Больше Вопросов Потому Что Какой Бо Ох Евши Непослушная Она Нанимать Детектива Следить За ней Через Камера Ну Это Его Право Потому Что Может Быть Он Слишком Ревнивый То Есть Много Мужков Которые Гнивые Они Хотят Узнать Если Жены Изменяют Или Нет То Есть И Такие Случа Бывали Что Мужики Нанимали Детективов Детективы Находили Что Жены Идут С Каким Чуваком В Отель И Прочая Херня То Это Можно Понять То Что Он Угрожал Это Уже Нельзя Понять И Угрожать Сливом Интимок Это Уже Слишком Таким Будет Заниматься Только Больной Ублюдок И Оправдывать Это Ее Непорядочностью Не Получится Нормальный Человек Просто Ушел Из Таких Отношений Нормальный Человек Будучи Совершен Нормальный Человек Реально Если Девушка Изменяет То Все Давай Иди Отсюда Ты Мне Больше Не Нужна И Все Зачем Держать Человека Который Не Любит Тебя Это Бред Полный Нармальный Человек И Не Попал Бывайте Отношения На Боже Да Один Момент Папе Чем Включи Уже Понятно Все В принципе Не стал Быстроить Отношения С малолеткой Начнем С этого Эти Вот Это Полный Бред Потому Что Взять По закону Ничего Не Нарушил То Есть Так Что Здесь Уже Пиздеж Просто Знаете Они Выкладывают Сверху То Что По закону Можно То То Они Только Его Винят Во Что Он Ничего Ничего Незаконного То Есть Вот В чем Проблема То Есть Да Он Угрожал Это Можно Доебаться Остальное Блин Сама Девка Захотела Сам Он Захотел Закон Не Нарушен То Есть В чем Проблема То Есть Это Уже Его Право А тут Про Это Ну Да И И К Нему Тоже Относится Что Типа Нормальный Человек Не Общался Отношения Это В целом Успокоился Потому Что Сейчас Он Требует От Альтушки Вернуть Ему Бабки Которые Он Сам Ей Подарил Так Что Их Придется Вернуть А если Не Вернет Придется Понял Я Даже Буду Представить Как Он Знать Альтушка Бросила Его Значит Он Не Инвестировал В Нее И Альтушка Сказала Ему Все Давай И Он Наверное Подумал Ну Если Ты Так Со мной Типа Верни Мои Бабки Он Так Думает Будет Выбивать Деньги А вот Че Вот Васян Кстати Проебался В одном Кто Папича Давно Типа Знает Тот Видел Момент Где Он Взял Ее Игрушку И Расху Это Еще Было В Айсберге Папича Тип Какой Снимал Видос Он Все Так Хорошо Подвел К этому Типа Он Взял Ее Игрушку Расху Рел Блядь Ножом Вот Про Это Тоже Можно Было Ну Это Уже Ненормально Это Уже Наклонности Маньяка То Есть Как-то Обсудить Но Васян Это Не Обсудил Кстати Что Там Не Подсказывает Что В Ближайшем Будущем Мы Все Так Увидим Блядь И Я Типу Топор В Квартире Вот Это Кто Мне Объяснит Ну Здесь Можно Объяснить Для Самозащиты Потому Что Он Стример И Кто Его Знает Кто Зайдет В Его Дом Потому Что Были Случа Там Где Блогеры И Умирали Из-за Психов Которые За Ними Следили Так Что Здесь Лучше Вообще Купить Пистолет Чем Топор Здесь Алло Сыны Вот У У Всех Топор В Квартире Лежит Это Ебаный Топор Для Дров Зачем Может Быть У Него Дома Есть Печка Ему Нужен Топор У Вас Реально Топор Дома Лежит Бля Новый Боюсь Представить Что У Вас Еще Помимо Топора Лежит Что То Мне Подсказывает Что В Ближайшем Будущем Мы Все Так Увидим Слив Альтушки Но Потому Что Выплатить 6000 Долларов Будет Нереально Честно После Признания В Угрозах И Сливе Я Думал Что Хуже Уже Не Будет Какой Слив У Него У О Лим Фанс Есть Какой Нахрен Слив Вы Че Прикалываетесь Ей Наверное Настрать На Этот Слив Но Не Тут То Было Окончательный Ахуй От Этого Интервью Наступил Когда Папич Начал Рассуждать О Возрасте Согласия В Этот Момент Я Конкретно Прикурил И Подтвердились Мои Самые Страшные Догадки Ну Да Я Был Очевидно Возрасте Согласия Ну На Уровне Как Какой Австрии Или Германии Ну Около 15 Лет То Не Больше 15 Там Может Быть Плюс Минус 14 Либо 15 Я Считаю Рановато Все Что До Тин То Английское Слово Опять Обсуждали Тинэйджер Тин Это 13 14 15 Все Что До Тин Это Рановато Очевидно Это Факт Объективный Здравый Смысл Я Что То Не Припомню Ну По Его Как Он Сказал 14 15 16 Это Стандарт В Америке То Там Именно Так И Работает Возраст Согласия Как Я Понял Тоже По Ход С 14 То То Он Наверное От Американцев Это Нахватило Нахватился Но Если Подумать Если Украина Зайдет В Европейский Союз То Там По Любому Закону Изменится И Наверное Будет Уже Возраст 14 15 Как Он Хочет Так Что Ну Это Блин Так В странах Закон То Вы Не Можете Ничего Сказать Потому Что Это Закон То Нельзя Просто Говорить Вот Я Чувак Тебе Не Повезло У Тебя 16 Лет Закон Живи По Закону Если Хочешь Быть Городожни Другой Страны Иди Живи Там 5 Лет Делай Себе Новый Паспорт И Все Чтобы У Меня Когда А Че Че Не Аргумент Если Девочек В Одиннадцать Называли Девушки Папич Б Сказал Ну Все Что Как Девушка То Можно Ну Они Здесь Утрируют Весь Видос Это Большая Реально Утрирование Конкретное То Так Что Здесь Нужно Смотреть Все Таки Более Логично На Сами Его Высказывания Законы И Прочая Херня То Есть Так Можно Любого Человека Сказать Вот Ты Урод И Прочая Херня Даже Взять То Что Он Просто Хочет Свою Жену Действенницу Что За Бред Там Весь Кавказ Хочет Действенницу Жену Там Много Страх Хочет Чтобы Их Жена Не Блад Тронут Это Их Право И Это Нормально Если Девчонка Тронут Ну И Ты Не Хочешь С ней Жениться Ну Это Твой Выбор Ты Не Можешь Жениться На Ком Которг Ты Не Хочет Блин Ну Это Логично А Ненужная Штука Разумеется Я Всегда Знал Про Его Странные Наклонности Про Любовь Каски Из Евангелиона Про То Что Он Любит Аниме Какое Это Его Дело По Сущности Я Не Знаю Я Не Смотрел Это Аниме Слышал Что Он Полный Бредовый Меня Не Тянуло Если Честно Смотреть Его Нравится Гермиона Из Гарри Поттера Эмми Четвертая Это Походу Ей Шенадцать Было Или Сколько Третьей Четвертой Части Было Тринадцать Четырнадцать Аааа Это Пиздец Я Это Не Видел Наху Бля Чем Это Какой Пиздец Вообще Я Знал Про Статино Про Доти Где Папич Дает Советы Как Правильно Кормить Двенадцатилетних Девочек Бля Я Ну Это Уже Полный Бред Не Фейк Да Это Даже Выглядело Как Не Фейк Уже После Его Интервью Я Знал Про Малолетку Ванни К слову Даже Сраная Альтушка Рассказывала Что У него Есть Пдф Папка На Компе Правда Это Или Нет Я Не Знаю И Наверное Мы Никогда Про Думать Я Она Могла Наврать Как Даша Каплан Про Юлика Наврала То есть Верить Девчонки Блин Ну Это Знаете 50 на 50 Потому Что Много Девушек Могут Обмануть Если Там Какие То У них Были Отношения Не Расстались И Начинаются Какие То Сказки Полные Приколы Я Показывал Он Там Даже Показался Мной Девочкой Странная Хуйня Неприятная Но Все Это Было Недостаточно Неприятная Но Я Продолжила С ним Общение Ну Во Именно Потому Что Она Может И Пиздить Если По-честному То есть Чтобы Сделать По Насрать Ему Потому Что Многие Девушки Могут Так Делать Тот Ж Даша Каплан Взять То Самое Или Это Девчонка Которому Тело Раньше С Юликом Лиска Или Как Юлик Ее Изнасиловал Юлик Подал В суд Выиграл Суд С Дашей Каплан С Этой Лиски Он Выиграл Суд Доказал Что Они Обманывают Так Что Верить Девчонкам Когда Они Врут Так То Ну Блин 50 На 50 А Че У Все Что Так Да Встречаешься С Мужиком Он Тебе Детей Показывает Ты Ну Ладно Че Бывает Может Прикол Я тоже Вахую С нее Это Какой-то Припи Доказательствами Чтобы обвинить Папича В педофилии На 100% С поличным Его не ловили Видосов Как у Поднебесного Где он Целуется С малолеткой Нет Статьи На Продоте Действительно Могли Подделать Малолетка В хате Действительно Могла Его не знать И оказаться Там Случайной Между Ними Ничего Не было Ладно Отмазался В 2022 Году Мы Это Мы простили Это Папичу Но После Вписки Лично У меня Все Сомнения Отпали Папич Официально Пополнил Календарь Педобира В 2024 Года Че там Делай Тарсон Дрейк Там Балдеет Блять Я даже ХЗ Как это Комментировать Мне Все Очевидно Человек Прямым Текстом Заявляет Что 13 Летних Девочек Это Нормально И возраст Согласия Должен Снижен До 15 Лет Более Того Папич Как типичный Педобир Всеми Возможными Способами Это Оправдывает И приводит В пример Что А вот Я вам Говорю Проблема Заключается В том Что Он С ровесниками Просто Не может Физически Пообщаться По причине Того Что Да Кто Вообще Ну Это Бред Полный Потому Что Если Взять Даже Статистику Мужиков И Девчонок Которые Женились Там Всегда Может быть Даже И 10 Лет И 20 Лет Может быть Старичок Под 70 Лет У него Девчонка 20 Летняя То есть Здесь Братишкин Все таки Утрирует Опять Потому Что Нереально Весь Видос Утрирует Если Взять Статистики Взять Все И подумать Нормально То есть То есть Есть Разница В отношениях Есть даже Женщины Старше И Пацаны Помоложе То есть Там Женщина Может иметь И 50 20 19 Были Случаи Даже Прямо В России Там Училки Мутили С 15 Летними Парнями То есть Там Училка Была 30 Лет Она Мутила С 15 Летним Парнем И Типа Все нормально Никаких проблем В обратную сторону Проблема То есть Здесь Не надо Утрировать Нужно Все таки Логично Смотреть Какие то Высказывания Папчи Конечно Это полный Кринж Бред Но Какие то Высказывания Имеют Своё право То есть Если подумать Логично В здравом уме Ровесник Будет с ним Пи***ть Поэтому И выходит Так что Ему интересно С теми Кому Ну легко Вот так В доверии Легко Договориться Понимаете Понятно Что найдется Любой Ебан Ебаном Можно быть В любом возрасте Хоть 40 лет Типа Абсолютно Ничего не меняет Но сам факт Того что Изначально К пиздюку Подход Намного проще Я уверен Ну то есть Вот это Наивно Это Все таки Полная херня Потому что Подход К какому Пиздюку Взять даже С нацелетних Подростков Людей И прочее Они уже Сами мозгами Думают Какие люди Им нравятся Какие люди Им не нравятся С кем Им общаться С кем Им не общаться Ты же не Идешь Там Говорить Шестилетний Пятилетний И обмануть Вов шоколадкой И прочая херня Потому что Под это Подразумевает Братишки Что Папич Обманул Этих девчонок Но это не так То есть Они сами Согласились С ним мутить Вот это Возрастная Еще Что-то Поняли Про что я говорю Попробуй Возьми Кровесницы 30 летний Вот такую Хню Они там Говорят Слышь Я тебя По камерам Буду Договариваемся Такие случаи бывали Что Женщины По 30 лет Изменяли Своим мужикам И эти мужики По камерам Следили И выясняли Всю эту херню Есть даже Какие-то программы Американские Где Типа там Подсознанные Люди Снимают Все Как жены Изменяют Или мужики Изменяют И прочая херня То есть Блин Братешки Что здесь Говорить Блин О мою Даже если Тебе Хоть 50 Может быть Что ты Изменяешь И тебя Жена Подаст На детектива Чтобы за тобой Следили И посмотреть Что ты там Делаешь Вы что Угораете Кто бы В этом возрасте Вот на такую Х** Согласился Здраво Блин Есть Куча Видосов В интернете Куча Программ Про измен Про Что ты Несешь Блин Ну серьезно Ну это Бред Полный Да никто Блин Вот он и сидит Договаривается С 16 летними А че нет Раньше девочек Выдавали Замуж Сильно Раньше Поэтому Общественные Нормы И совершеннолетие Это все Выдумают Ну вот Здесь Он говорит Что раньше Типа Выдавали Это тоже Правда И в некоторых Странах И сейчас Выдает Раньше Так что Здесь Зависит От страны Зависит Закон Страны Традиции И прочая Херня То есть То что ты Живешь в России У тебя Свой закон Там То что он Живет В другой Стране У него Там свой Закон Свои Традиции Своё мышление Ты не можешь Построить Человека Который Живет Своё Сообщество Под твои Законы Потому что Он не живет В твоей стране То что ты Там В твоей башке Думаешь Это уже Твоя Делай Твое Право Ты можешь Творить Все Что хочешь То есть Хочешь Встречайся Хочешь Не встречайся Но ты не можешь Другому человеку Из другой Страны Сказать То что ты Думаешь Что вот Ты должен Вот так Потому что Я хочу Так Ты Блин Ты не закон И все У корешу Да Не загорай Не просто Еще вот Ну К оператору У меня вопросы Там Да То есть Что за Взаимоотношения У меня Тоже Какая-то Ну Коператор Папеча Кто не знает У него там Типа Есть девчонка Которая снимает Его И типа Он говорит Что они Не мутит Типа Любовь А просто Она работает На небу Я уверен Что папич Ей платит Чтобы она Гуляла За ним Камерой И еще Он ее Чпокает Это Сто процентов Потому что Они живут В одной Квартире Она там Принимает Душ В его Квартире Гуляет В его Квартире То есть Она Спалилась На каком-то Стриме Так что Здесь все Понятно Здесь Типа Девчонка Ради бабок С папичем Папич Это понимает И он Просто Купил Вот и все Оператор Ш Получается В данном Случае К его Оператору Что там За отношения Не раскрыли Скорее всего Там кое-кто Вот так вот Делает Просто Но без Всякий Вот Без любви Ну папич Сказал Честно Он не любит Он ее Использует По сущности Это его Право То есть Если Девчонка Согласилась То Какие-то Претензии К папичу Не могут быть Для дебилов Но все-таки Есть Общественная Норма Что человек Слышь Бубар Там эта женщина Будет смотреть Это вьюшку Потом Ты чтоб тоже Нарезал Нужно достичь Совершеннолетия Вторую часть Это чья такая норма Кто ее придумал Собственно Вот Чья такая норма Кто его придумал То есть У каждой стороны Своя норма То есть И у каждой стороны Есть свой закон Если он не нарушил закон То это Его право То есть Вы не можете Свою норму Для него То есть Это У него Другой Металитет Другая норма Другие мысли У тебя Другой Металитет И другие Нормы Другие Ты Как Братежин сказал Хочет там Жопы Или что-то В этом роде Это его норма То есть Хочет Пусть идет Там Занимается Чем Хочется Никто ему Ничего не скажет Так и он Хочет Если он не нарушает закон Это его право Вот и все То есть Да я ее Придумал Ну так вот Твои нормы Это твои нормы Его нормы Его нормы В других странах Есть другие нормы То есть У каждого человека Свои нормы И если эти нормы Не нарушают закон То есть Ты не можешь Доебаться Для него Это его право Общество Так если мы будем Гореть об общественных нормах То Эту норму придумали Когда Последние 20 или 30 лет Или что Или последние 40 лет Или 50 максимум Ее никогда не было Всю историю человечества Всю историю человечества Самые были Желаемые невесты Там сколько Вот как только Исполнилось Подросткам Уже стало 13, 14, 15 Это были Самые желаемые Невесты Всегда Блядь Что пи***ит Эта проститутка Блядь Ну если взять Исторический То он прав То есть Если взять Исторический Он прав Если взять Нормы То есть Для каждой страны Своя норма Ты же не пойдешь В Иран В Вьетнам Там Что еще за страны Там есть Ирак И скажешь Вот У нас есть Такие нормы В России Я хочу так Тебя там Застрелит И все И твой труп Просто выбросит В канаве И Весь разговор Абсолютно все То же самое Говорил Поднебесный Это прям Один в один Типичная риторика Всех любителей детей Не Возможно Папич общается С малолетками Чтобы они Пересказывали ему Уроки от 9 класса Возможно Папич просто Хочет стать умнее Но скорее всего Нет По факту Говорит Я тебя сейчас бан Услышу По факту Он говорит Иди отсюда Мне кто-то Видишь Даже братишки Пугает своих Подписчиков Баном Потому что Он понимает Что у кого-то Есть другая норма У него своя норма Он не хочет Принимать другие Мнения И как я говорил Блин У каждого Своё мнение У каждого Свои нормы Главное Чтобы закон Не нарушался Начал там Говорить Что на самом деле Вот Тесака Вставлять тоже Типа не нужно Потому что Кто-то там Мне Отсылал На какой-то видос Где Тесак То же самое По-моему Говорил Что Папич В принципе Но я могу Ошибаться Типа Не хочу Там Как-то Провоцировать Кого-то Может Пить То есть Я как бы Тесака Особо Не знаю Я не следил Там Я следил За Тесаком Тесак Был такой Блогер 2013 Или 2012 Году Он типа Гонялся За Эти Берами То есть У него Там были Поставные Типа Дети Они Писали Встречались И уже Они Издевались На Неми Там Брели Резинами Хуями Там Ударили И прочих Короче Был полный Трэш Тогда На ютубе Все Можно было Снимать То есть Не блокировало Потом Тесак Захотел Стать Депутатом Как я понял Создал Свою Партию Кстати Он был Неонацистом Как я Помню Тесак Именно Тесак Был неонацист У него Были Свои друзья Прочее С которым Не поймали Всех Этих Педофайлов И Он захотел Стать Депутатом Создал Свою Партию Там Какие То Митинги Были И прочее И Потом Путин Хотел Его Арестовать Он Убежал В Колумбию Из Колумбии Его Поймали Экстрадировали Обратно В Россию Закрыли В тюрьму Он Посидел В тюрьму Где-то 20 лет Ему Накидывали Разные Статьи Потому что Он Как рассказывал Там Он и убивал И прочая Херня У него Есть Рассказы Типа Тисака На ютубе Если вы Найдете Можете Посмотреть Он Рассказывал Что он Творил В детстве И Там Многие Статьи На нем Накинули И Как я Понял В 2018 Или 2019 Он Он должен был Выйти Из тюрьмы Ему Опять Накинули И он Типа Сам Себе Убрал Сам Себе Убрал Не Сам Себе Убрал Никто Не Знает Точно Но Типа Он Сам Себя Убрал Так Так Он Не Вышел Из Тюрьмы Вот Этими Действиями Че он Там Говорил Но Кто-то В Комментариях Написал Что он По-моему Точно Так же Писал Или Говорил Не Помню Поэтому Как бы Вставки С Тесаком Скорее Всего Тоже Он Говорил Про Внешние Признаки Типа Если Она Выглядит Взрослой То Уже Можно Ну Короче Понимаете Я с Если Не По Закону То Ненормально Вот И Все Ты Можешь Выглядеть Как Кто Угодно Сколько Лет Самое Главное Но Я Не Знаю Я Не Следил Просто Кто-то В Комментах Написал Я Прочитал Очередной Раз Кстати Убеждаюсь Что с возрастом Согласия Нужно Что-то Делать И Равнять Его Совершеннолетием Либо Вносить Правки И Делать Его Рабочим Только Если Мальчик И Девочка Несовершеннолетние Или Разница В возрасте Между Ними Незначительная Чтобы Не Было Ситуации Когда 40-летний Черт Спит 16-летней Девочкой Потому Что Она Согласилась И Разница Если Сами Депутаты Захотят Поменять Закон Они Поменяют Его Вот И Все То Есть Просто Доебаться Человек Который Нарушил Закон Потому Что Ты Так В Своей Башке Думаешь И Веришь Это Твои Права Конечно Ты Можешь Говоришь Что Хочешь Но Человек Ни В Чем Не Виноват Он Ничего Не Нарушил Вот И Все Потому Что Здесь Ролик Сделан Так Что Слишком Утрировано По Честному Говоря Слишком Трида У Папча Там Есть Какие То Косяки По Полной Программе Я Лично Его Не Смотрю Я Не Смотрю Его Стримы И Прочая Херня Я Если Честно Узнал Про Папча Где Месяц Назад Когда Все Это Началось С Доводы По Закону То Есть Закон Если Он Его Не Нарушил Не До Ебаться Не Бало Что Кончалыги Пользуются Этой Лазейкой В законе И Безнаказанно Делают Это Не Лазейка Это Есть Закон Это Не Лазейка То Ну Никак Что Хотят И Таких У И Банов С Каждым Разом Все Больше И Больше Нужно Что То С Делать Больше И Больше Потому Что Блин Такой Закон То Они Не Нарушают Закон И Закон Был Принят Потому Что Есть Такие Люди Чем Дальше Я Вас Наверное Удивлю Но Ничего Папича Не Отменят Это Невозможно Поверьте Чтобы Папича Никого Не Отменят В Русском Ютубе Потому Что Сколько Людей Дичи Творили То Папич Просто Говорит Какой-то Хрень А Есть Люди Которые Там Избивали Людей Обманывали Каппер И Против Херня Рекламировали Наркоту И Их По-любому Никто Не Смог Отменить Так Что Здесь Говорить Ему Надо Сделать Что-то По-настоящему Ужасное И Спалиться На Этом Потому Что Он Только Если Убьет Человека То Был Какой-то Стример Который Случайно Убил Свою Подружку Типа Она Замерзла Насмерть Он Оставил На улице Раздетый Она Замерзла И Умерла Прямо На стриме Его Закрыли Этого Стримера Сейчас Не знаю Что С ним Он Изначально Людьми Воспринимается Как Нечто Эфемерное Как Мем Как Персонаж Любого Другого Человека За эти Слова За Угрозы Слить Интимки За Признание В педобирстве Уже Обоссали Да Просто Если Б я Такую Хуй Помутил Не к тому Что Там Я бы С детьми Встречался Нет Я к тому Что Типа Если Б Вдруг Сейчас Пло То Что Я Алину Шантажировал И По Камерам Отслеживал Да Сука Все Б Съебались Отсюда Я Б Такой Хуй Сочертило Оказался У Меня Наверное Все Контракты Пошли Сразу С Нулевую Меня Все Зрители Меня Заху Орели Просто За Это Ну Это Ж Пиздец Б Бля У Него Все Таких Но Он Договорился Вы Что Совсем С ума Сошли Алло Обезумели Отменили Разнесли Его Слова По Всем Пабликам И Накидали На Видос Кучу Дизлайков Ну Здесь Братишка Тоже Вряд Либо Отменили То Что Позволено Юпитеру Не Позволено Людишкам И Это Конечно Пиздец Ему Все Простят Так же Как Прощали Предыдущие Проебы Лицемерие Рекламу Казика 14.1 Статьи на Продоте И Прочие Приколы Да Ему Уже Все Прости Ну Статьи на Продоте Блядь Как бы Можно И Про Казик Тоже Потому Что Я Не Помню Что Он Говорил Что Никогда Не Будет Рекламировать Казики То Есть Здесь Тоже Какой-то Да Не Совсем Ссылаться На То Что Это Все Таки Пиздец О Или Еще Что То Такое То То Есть Я Бо Не Сказал Что Это Прям Какой-то Железобетонный Пруф Потому Что Можно Просто От Некольца Скать От Не Я Ну А Реально То Есть Много Фейковых Переписок Где Люди Просто Делают Какой-то Бред И Потом Говорят Вот Вот Так А Это На Сам Дель Не Так То Есть Все Сейчас Можно Свейкануть Особенно Переписки Папича Там Все Ненавидели Что Мешало Просто Админом Насрать Ему Но Опять Все Это Очень Хорошо Подбивается Под Его Образ И То Что Он Говорил На Интервью Так Что Я Не Знаю Он Встречался С Модершей Вот Вдумайтесь Встретился С Модершей Этого Форума Залез К ней В комп И Перебанил Там Всех На Че За Пи*** Ну Здесь Его Право То Если Его Девушка Модер И Возможно Даже Его Девушка Позволила Ему Это Сделать То Он Перебанил Всех Своих Хейтеров И Все Это Сам Подтвердил И Получается Это Чипс Говорит Ну Да Я Смотрел Камеры Так Это Маньякальная Хуйня Блядь То Есть Он Не Изменился Что Ль Блядь Ну Окей Я Верю В то Что Люди Ну Могут Измениться Понимаете Ну Только Не Этот Кадр Я Не Знаю Многие Со мной Поспорят Скажут Что Люди Нихуя Не Меняются Не Меняются Просто Кто Кто В голове Свои Выводы Делает Насколько Он Ебан А кто То Не Делает Нихуя И Тогда Получается Что Не Меняется Человек Очевидно Только Короче Ты Можешь Поменяться Если Сам Этого Захочешь Если Не Захочешь Меняться Тебя Никто Не Изменит Если Че Всем уже Абсолютно Никто На это Даже Внимание Не Обратил Согласитесь В То Есть Он Нарушил Закон Его Закрыли То Есть По Сущности Все Правильно Папец Не Нарушил Закон Так Что До Него Не Дай Баться Пускает В жопу Пару Дубинок А Другой Чел Который Делал Практически То Самое Живет В Дубае Не Практически То Самое Потому Что Он Закон Не Нарушил То Если Бо Нарушил Закон Другого 16 К Вот 15 16 Разница В законе То Есть Здесь Не До Баться Просто Как Бы И Вот Про Че Идет Речь Понимаете И Один Как Бы Какой Педофил А Второй Нет Второй Окей Потому Потому Что Закон Что Целый Годик Меняет Все На Домина К По Сущности Так Есть Так И Как Вы Говорите Что Вот Почему Не 18 Два Целых Годика Меняет Все Да Или Та Оли Фанч Который 17 Лет То Есть Годик Если У него 18 Все Все Нормально Меняет Все То Блин Ничего За Бред Арти И его Все Любят Поистине Уникальный Феномен Я Не Понимаю Как Его Не Отменяют Да Ладно Боли Органа Да Никого Не Смогут Отменить В Русском Ютубе Это Ну Невозможно Никого И так И снимайте Дальше У него Там Была Накрутка Реклама Нарко И прочая Херня И он По-любому Стримит Снимает И прочая Херня Его Смотрит Ему Донатит И все Нормально То есть Ребята Вы че Нам тоже Ну во первых Потом Кто смотрит Парча Наверное Смотрит Его Только Из-за Этих Дебильных Прикол Его За его Старанностями И прочая Херня Потому что Он находится Юрисдикцией Другой Страны Это Первое Второе Нету Каких-то Жестких Прям Да даже Если Он бы Находился В Украине Он не Нарушил Закон То есть Там 16 лет Возраст Согласия Ему Ничего Не бы Не сделали По-любому Круфов Кроме Ее Слов Наверное Во-вторых Он Гражданин Ну как Украины То есть И все И он там Не находится Сейчас Ну то есть Никто И даже Если бы Он находился В Украине Ему Ничего Не сделали По-любому Не будет Никакие проверки Проводить Поэтому Вот По людям Чем люди Но просто У него Изначально Такие Людишки Его смотрят Которые Хе-хе-хе-хе Ну то есть Смешно Ржака Кардинально Об этом и говорю Его смотрит Кто хочет Прикалываться Над ним На чем Говорит Чем пишет И прочая Херня То есть Я уверен Что большинство Кто смотрит Вот такие видосы Братишкина Стримы Братишкина Вот этого чувака Я не знаю Что это за блогер Бубр Который снял Это видео Я уверен Что это Та же самая Аудитория Которая Смотрит И папите То есть Так что Блин Ну Если братишкин Думает Что это Разная аудитория То это не так Другая аудитория С этой аудитории Которую у него Можно было бы Горы свернуть Можно было реально Лупить людей И никто Тебе ничего Не сказал Просто и ходить Ху** Топором Прямо вот так вот Бах Эдвард Бел Это то же самое То есть Он ходил Избивал людей Типа пранк И все Радовались Смотрели Все это То есть Чувак Какие проблемы Блин Это Я уверен Что это Те же самые люди Которые смотрят И братишкина И Бубра И других блогеров Эти Те же самые люди То есть Просто нужно Принять реальность Людям Дравится Зрелище Насилие И прочая Странная херня То есть Бах Бах Они такие Красава Ну то есть Вот так бы это и было Понимаете Короче не знаю Я такое прям Если вдруг Вы там до этого Как-то знали Или Ну я не знаю Но вы задумайтесь Просто обратите Внимание на это Чел странный Более того Как бы Ну если любого Поэтому его и смотрят Потому что он странный Другого блогера Можно как-то приструнить Повлиять на него Общественным резонансом Этому вообще До жопы То есть Ну типа аудитория Должна сама вопрос Создавать Типа че за ху** Мужичок Я не могу сказать Что это как Мылстрой Типа Пи***ц Папич далеко не мылстрой Признайся Что ты не уезжал В деревню А просто пилил Этот видос От имени Бобра Один в один Твои мысли Делаем ски Кто будет предофайлом В октябре Мужичок Мужичок Детей Ну это самое Не еб Как говорится Ну он их раздевал На стримах Я помню Это где-то было Блин я не помню Точно Или в семнадцатом году Или в шестнадцатом году Это было на ютубе Я его не смотрел Вообще Мне было насрать Я помню Что один раз Мне попалась Его стрим Он там Типа В скайпе Раздевал Какие-то девчонок Потом я помню Что за ним Гонялась Гонялась полиция Он исчез И уже появился В России Что произошло Как Но я помню Как он появился На ютубе Первый раз Он их тупо В чат рулетки Разевал Что тоже Как бы Пи***ц Но Как бы Не ебал Я не знаю Это как одну хуйню С другой Сравит И то У Мелстроя Там были малолетки Им на Ме 16 лет А у папи Че-то Их-то нету То есть Не доказано На западе Тройничок Тройничок с ними Впервые Не знают И его никто Не отменяет И его никто не отменяет У них бы очко На микроатомы Порвалось От этой информации Кстати Знаете Почему папичу Понравились сумерки Потому что там Столетний чувак Трахает 17-летнюю пи***чку Напишите пожалуйста В комментарии Что вы думаете И ведь реально Ну сука Ёбаный контраст Вот все Вот любой Рофл Заиграл другими красками Да То есть сумерки Ну Даже если взять Сумерки Там уже Америка И там по закону С 14 лет Это так что Эдвард Не нарушал закон Хе-хе-хе Тройнички Понравились Там реально Столетний чувак Не Ну чисто Технически Эдвард Он не педофил Но потому что Он застрял в возрасте 18 В смысле Не-не-не Так не работает Даже если он Выглядит молодо То есть если Мужику 70 лет И выглядит на 20 лет Он типа Застрял в возрасте Тоже бред полный Но если взять Технически По закону То они не нарушают закон Ты че-то Вообще не то Ну как бы Ну не было такого Еще ни разу Понимаешь Как бы ему-то 150 лет Да чисто Технический ведьмак Тоже педофил Я вам так скажу Если так рассудить Ну блядь Почему ведьмак педофил Я че-то не помню Что ведьмак С каким-то малолетками Сколько этим Персонажем Я играл в ведьмак 3 Так что Там Вроде более взрослые Женщины 18 16 Там 20 Геннифер Походу вообще Сколько И 100 лет Она вообще бабуля Ему там 300 ху**м лет Не Ведьмаку Не 300 лет Ведьмаку Где-то Или 70 Или 60 С чем-то Вот так Походу По книгам Но по игре Ему 100 с чем-то лет То есть 107 101 Если взять Ведьмак 3 Потому что там Весемер В начале игре Говорит Что тебе уже Больше 100 лет Типа Геральту Говорит И чается Смотря Кого ты Блять Выберешь Брюнетку Или Рыжую Так Брюнетка Имеет Где-то 100 с чем-то лет А рыжая Имеет 30 Походу Так что Все нормально Выбирайте Кого хотите Пацаны Так Ну вот и все Закончился ролик Всем спасибо Кто посмотрел Эту реакцию Надеюсь вам понравилось Надеюсь все по факту И все Отлично То есть ролик Я сделал Все по справедливости Всем спасибо Кто посмотрел Это видео Ставьте лайки Дизлайки Подпишитесь И увидимся В новой реакции Пока